Привет, мои любимые! Данный ID матч мне присылал зритель. Его удивило, почему в этом матче два героя имеют по 50 убийств. Это абузеры, безусловно. Надеюсь, вам понравится такой формат видео. Я вам покажу в начале, что это был за матч, как они абузили, и покажу даже профиль абузера. И самое главное, внимание, в конце видео я покажу, как можно абузить вам. То есть я покажу от А до Я, как это все происходит. Когда делают предсказание, где у тебя стрик 752 победы, мне кажется, это уже подозрительно, не так ли? Там еще чувак сейчас делает предсказание, у него стрик 4000 побед! Извините меня, вы такое когда-нибудь видели? 4000 побед. Что происходит дальше? А дальше просто враг идет на базу, например, Квапуля на базу врагов. А они сейчас стоят АФК. Даже не просто АФК, они двигаются и подставляются. А почему так? Почему так происходит? Неужели это абуз, реально? Неужели это абуз-арбуз? Вот мы глянем сейчас статистику. Давайте я перемотаю. Ну так, в принципе, у нас будет проходить вся игра. А, 34 кила у Квакверка и уже 9 у Квапы. Сейчас у Квапы будет еще больше. 36 у Квапы, 40 у Квакверка. И вот заметьте, время 11 минута. То есть, ну такие абузы идут примерно по 12 минут. Все, они победили. Ну, заняло у них 12 минут. Я говорю, это стандарт. И сейчас мы посмотрим. А что же это за игрок? Давайте посмотрим на его профиль. Кто же это у нас? Джова. Джова. Профиль игрока. Джова. Хорошо. 101 уровень. Ну, 267 буз. Ну, крутой чувак, крутой. Победа у него была последняя. Да, тоже абузил. Но самое интересное будет в Дота Баффе. И без каких-либо затруднений мы находим данный матч на Дота Баффе. Просто по ID. Тот самый матч, да. Видим, что игрок Джова. 51 убийство. Здесь 40 убийств. Что это за игрок Джова? Давайте мы его рассмотрим подробнее. Вот мы видим, что у него очень много игр. Очень много он абузил. Как нормал скилл, то хайдж скилл. Вэри хайдж скилл. Даже есть игры. Статы. 52, 1, 0, 29, 61, 74, 0, 20, 25, 0, 30. Ну, я думаю, это уже любой умный человек скажет, что это абузер. Почему такие статы, да. То есть, то плюсовая, то минусовая. Потому что он то сам абузит, то дает абуз другим. В этом как бы весь смысл абуза. Поочередно практически идет. Джова. Что такое за Джова там? Скажите. ВГ, Бёрнинг? Нет, это не ВГ и Бёрнинг. Здесь есть такая интересная кнопочка Steam ID. Нажимаем на нее, переходим в его профиль Стима. Джова, вау, вау. Ты крутой чувак, видимо. Кип Саппорт, МВП, МВП Феникс. Ну, неплохо. О, чувак. Так вот, как выглядят абузеры. Они все катают на крутых тачках. Так сказать, наабузил на машинку. Ну, почему бы и нет. Вот он наш Джова. Можем посмотреть на него внимательно. Ну, сразу видно задротище. Усторите на это лицо. Просто задротище. Как я понял, по его профилю это проигрок. Вот вы видите, да. У него есть... Ну, он выступал на проиграх различных. У него довольно хороший инвентарь. Да, очень много у него дорогих предметов. Комментарии к его профилю. Про Кориен Плауер. Про Плауер. А, Лорд оф Натура Профет. Ну, один вопрос. А почему, Джов, ты так абузишь по-жесткому-то? Мне вот всегда было интересно. А вот если у него, например, есть на про-сцене, да, игрок. Его палят. Его палят в жестких абузах. Вот настолько жестких. Вы видели? У него весь профиль в абузах. Просто весь профиль. А, ему что-нибудь за это будет вообще? Не знаю, честно. А, мы видим, что он из Корея. Кстати, я смотрел в профиле Доты, у него 4К ММФ. Ну, 4К Мусорка. Вот такой вот у него интересный профиль. Опять же, смотрите, я говорю, на абузе у столько много итемов, что теперь просто покупает машины каждый день. И теперь давайте я покажу, как это можно реализовать. Есть два способа. Сначала покажу первый способ. Он наиболее долгий. Нажимаем играть. Потом список лобби нажимаем. Здесь выбираем, например, режим Random Draft. И здесь будут появляться игры с названием Абуз. Или Winter Quest и так далее. Но их очень мало игр, поэтому лучше использовать второй способ. Нажимаете каналы. Переходите в обычный. Здесь пишите слово Абуз. Нажимаете на участники, чтобы сортировка прошла. И здесь еще выше будет чат под названием, я уже зашел в него, вот, Абузы Чаром. Заходите, и здесь постоянно скидывают вам лобби. Нажимаете войти в лобби. Еще не забудьте самое главное. На стройках доты, да? За эти настройки снять галочку приглашение в группы только у друзей. Чтобы вас могли приглашать все люди. Ну, вот, смотрите, я зашел в лобби. Как дальше все работает? Вот вы видите в лобби 10 человек, да? 5 в одной команде, 5 в другой. Берется лидер в каждой команде. И этот лидер, вот, например, лидер в этой команде, лидер в этой команде. Он собирает отдельное пати. Пати из 5 человек. То есть он будет вам, людям, которые в его команде, да? Кидать приглашение в пати. Собирается пати из 5 человек. Потом он делает поиск игры. Там ставит какой-нибудь регион редкий. Типа там Африка, там Корея и так далее. Перу. Все. Начинается игра. Чаще всего делается так. Если вы играете за свет, то вас будут фидить враги. Если вы играете за тьму, вы должны фидить свет. В этом как бы есть смысл абуза. Так делается всегда. Бывают, конечно, редкие исключения, когда там договорятся и наоборот. То есть свет фидить тьму. Но это очень редко. Также еще смотрите, да? В чем стимул, когда ты играешь за тьму и чтоб ты фидил? Потому что есть шанс, когда ты фидишь, да? Врагов. Они тебе будут давать подарки. Такое тоже есть. То есть они тебе будут скидывать там сундуки и так далее. Ненужные вещи. Типа благодарность за фид. Ну все, давайте, я дождусь, когда начнется игра уже. Лидер пати, он выбрал сервер Индия. В итоге, все люди, которые были в лобби, они попали в эту игру. То есть, наша команда и команда, которая была в лобби у врагов тоже попала. Ну, так как мы играем за тьму, придется фидить команду света. Сейчас посмотрим. Я думаю, парни решат. А, да, в этой игре, видите, мы будем фидить. Ну, что не сделать, так сказать, для своих любимых зрителей, правильно? А еще не забудьте, режим игры всегда меняется. То есть, не всегда рэндом драфт, там, иногда была капитан мод. Делается для того, чтобы было больше шансов, чтобы команда, ну, чтобы команды встретились, так сказать. То есть, в лобби у нас было две команды по пять человек, да? И чтобы они встретились, специально под ним подбирается определенный режим и определенный регион. Ну и дальше все по накатанной. Я думаю, я смог показать вам то же самое, что вы видели в начале. То же самое. Вот он пошел фид курами, мы стоим на одном месте, враги нас убивают. Опять же, говорю, здесь все зависит от честности, да? То есть, здесь даже никто ни с кем не договаривался. Я говорил уже, что команда света должна выиграть, команда тьмы должна фидить. Без вопросов люди идут, фидят. Опять же, еще раз повторяю, что стимул в том, что вам за это могут дать подарки. Ну и само собой, когда, если бы я, например, сейчас играл за свет, да, то меня бы фидили. Так мы выполняем задание компедиума. Так мы можем ставить ставки, вот, например, поставил ставку, да, чтобы получать больше очков. И самое главное, также можно и амулеты обузить. Все очень просто, то есть, множественный обуз, так сказать. Запомните, что в среднем здесь игры идут по 10-12 минут. То есть, они будут стоять здесь минут 10 у вас, да? Когда уже наступила там 10-11 минута, они просто разворачиваются, идут и сносят всю базу. То есть, им тоже нет смысла играть там по 20-40 минут, ни в коем случае, нет. Опа! Так я даже еще и вещь получил на халяву. Казалось бы, просто обузили тупо. Вот вы видите, мы пати, я не пати. Ну что ж, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Не забудьте рассказать своим друзьям. И если вам это интересно, можете тоже пообузить. Почему бы и нет, раз Valve не смогли это усмотреть, то это их проблема, правильно? Продолжение следует...